Сегодня мы собрались сплавляться по реке Томи. Вот моя лодка и еще маленький рюкзачок. Сейчас Володя подъедет на машине, погрузимся и поедем на вокзал. Все, мы поехали. Фильм наш начинается, потом покажем наши приключения. Как ты говоришь, в каждом походе должен быть подвиг, вот нам нужно в этом походе сделать подвиг какой-нибудь. Сделаем подвиг, так, вот, показывать число, а еще 21 градус час. Ну ладно, путь будет так. Большой магазин такой вот, громадный. По Цельсию 21, а вот в Фаринге и тут сколько? Вот. Наверное, все 60, да? Вот у нас магазин интересный. Свисток. Ты знаешь, Володя, почему он Свисток называется? Нет. А тут за ним построили дом специально для милиционеров, вот, для МВД. Ну вот, а раз, милиционеров там засадили, это самое, заселили. Ну вот, а магазин тут рядом, ну как, Свисток, как же по-другому-то. Вот. Так что вот так вот оно пошло и назвали его так. Вот это да, вот это да. Вот это баул у тебя. Больше моего. И еще в руках. Все правильно. А я тоже думал все в один сложить. Не получилось. Пришлось еще маленький рюкзачок брать. Служебный проход. Музыка Музыка И доктор Алба, и доктор Алба, помнит папу нам. И пусть пройдут года, мы все еще дети. И песни юности останутся навеки. Песни на кассете унесут меня в те годы. Где я молодой, совсем еще, и ты так молода. Песни на кассете унесут меня в те годы. Где я молодой, совсем еще, и ты так молода. И что это за трава? Ковыль. Ковыль это? Ковыль, да, вот эта трава. Ее раньше у нас не было тут. На как? На что? Раньше ее тут не было. А вот ее притащилось? Да, я помню ее, я первый раз угадал, лет 20 назад. Ну, она, знаешь, разных видов бывает. Это маленькая ковыль, а то бывает высокая такая. С кем как за талантность и тно, мы с умной из кино. Используешь ли еще какой-то белик? Белик. Кто твоя мадинга? Кто твоя мадинга? Кто твоя мадинга? Кто твоя мадинга? Да, это катамаран. Шестиметровый. Здорово, как? Катамаран? Да. А до кокового, зачем? Да, катамаран. А, по сути, до чем ты будешь делать? А мы думали, думали, давай кодилов. Не, это, не, 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 это чисто для карты. Это катамаран. Это катамаран. Там аккуратно. Это вылазит. Тамбур еще бить. Тамбур еще бить. Тамбур уже можно пройти. Но мы проходить не будем. Потому что мы на следующий выходим. Хорошего отдыха. Хорошего отдыха. Хорошего отдыха. Хорошего отдыха. Это сколько вышло. Ну, мы думали, мы одни тут такие хитрые. Тут оказывается много таких. Так, ну нам на реку надо назад же идти. Одни туда пошли, другие туда пошли. В какую сторону идти? Пошли. В ту сторону. Тебе помочь? Нет. Ну, все сплавляться. Все накачивают лодки. Вот такая флотилия от Лосиного Камня. И погнали вниз. Кто докуда? Кто до города? Кто до 11 автобуса? Кому как нравится. Вот моя лодка. Так. Володя почему-то там внизу начал накачивать там. Чего-то ему там больше понравилось. Ну, там глубже, наверное. Поэтому. Так. Ну, в общем, вот так. Все можно на воду спускать. И все. Ой, если считать бы сколько их тут лодок-то. Много. Так. Торжественный спуск на воду. Корабля-то ведь надо как бутылку шампанского, а борт разбить. Да-да. А мы не взяли бутылку-то. Ни шампанского никакого. Ну, ладно. Традицию не будем поддерживать. Так. Я отправился. Отправился. Почему-то тут вот всех успел. Володя сейчас накачивает. Давай догоняй, догоняй. Ну, получилось так, что я первым отчалил тут. Володя сейчас догонит. Так. Это место интересное. Называется остановка Лосиный камень. Вот отсюда есть тропа. И по этой тропе можно на реку Бельсу попасть. Много раз ходили. Но сейчас, говорят, вроде того, что она как бы заказник там. Что-то такое. В общем, находиться, говорят, нельзя там. А вот эта вот скала тут такая. Вот она. Лосиный камень называется. Скала эта. Ну, сейчас мы ее с торца посмотрим. В общем, интересная такая скалка. Здесь наши местные альпинисты все время тренировались. Ну, наверное, и сейчас тренируются. В основном 1-2 мая, как раньше праздники всегда были. Вот они тут на этих скалах все обвешиваются. И поперли лазить тут со страховками и все. Ну, бывали случаи, что падали люди. Вот. Там надпись есть такая. Сейчас посмотрим. Гера Утешев. Вот он 2-го мая сорвался и разбился тут. Вот. И потом, не знаю, кто там залазил. В общем, написали там памятную эту. Черной краской. Вот. Сейчас подплывем, посмотрим. Вот. А его брат Юра Утешев. Кажется, Юра его зовут. Вот. Вот. Тот погиб в Гималаях. Где-то там. В общем, то ли на К-2 они ходили, то ли на Хантенгри. В общем, где-то там в лавину попал. Так что оба они. Альпинизм ему так вот оказался. Так, ладно. Мне тут надо поработать веслом. Причалил я тут к берегу. Вот она, скала эта. Которая лавинный камень называется. Сейчас подождем, когда Володя подплывет. А надо дождать его. А то как. Порознь-то плыть. Так, ну а надпись там. Где там память на герою. Что-то я ее отсюда не вижу. Она в самом верху была. А, наверное, надо было чуть ниже спуститься. Тогда видно будет. Тут, пожалуй, не с того ракурса. Ну да ладно. Она сейчас еле заметно. Она уже как-бы стерлась. Так, ну все. Спиннинги мы распутали. Вот. Володя говорит, рыбы тут все равно нету никакой. Можно опять сматывать все. Ну посмотрим. Огурец жрешь, да? Ага. Вырастил на огороде. Молодец. Живописное место. Вот этот тут остров оплываешь с той стороны. Там такая скалка. С нее можно нурять даже. А на самом острове там песочек хороший такой. И всегда тут люди останавливаются. Все. Вот я только когда там ловил рыбу. Двухтайменей поймал. Ну это было где-то на волной. Вот. Так что сейчас посмотрим. Как тут что изменилось. Там люди уже включалили. Все. Место занято. Занято. А тут другое место хорошее. Тоже занято. там. Так. Тогда мы поплывем пониже. О, пониже. Там тоже строшилость есть. А тут вот под водой скалки такие есть. И ямы есть. Там Таймень любит стоять. Вот. Так. А вот эти вот скалы вот тут нуряют обычно. Попробуем. Так. Причалим. Причалил я. Причалил я тут. Причалил. Выводя там где-то плывет. Кругом все занято. 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 Все занято. Тут кто вперед успел. Вот. Вот такие дела. А тут вот общая палатка стоит. Стоит, люди тут живут, ночуют. Тут такое место укромное, как будто находишься чёрт-те знает где, вдали от всей цивилизации. А на самом деле не так уж и далёко. Да. Так, всё, я поплыл дальше. Поймал я тут три уклейки. Размер он там меньше, чем карандаш. Так, сигаретку примерно. И всё. А до этого у меня что-то крупное хватало, но я тут что-то замешкался, замешкался. И всё, и сошло. Вот. Народ тут, одни приплывают, другие уплывают. Так что самые интересные места все заняты были. Ну ладно, поплыл я дальше, так как Володя уже мимо меня проплыл где-то. Так, ещё одну уклейку поймал. Гигантскую сантиметров двенадцать, наверное, длиной. И весом, наверное, грамм пятьдесят. Вот. Так. Ну ладно. Вроде где-то уплыл, я его уже не вижу. А я тут решил другой поплавок повесить, пока тут распутывался. Вот, время потратил много. Вот, моё тут плывёт. Поплавок обалдает. Ну и никто её что-то не её. Надо не тут сплавляться, надо выше уезжать. А здесь одна мелюзга всякая. Володя наверняка уже не рыбачит. Здесь железнодорожная станция Бельсу. И река Бельсу здесь недалеко уже. А вот тут пожар был, лес горел. Тушили его тут долго. Вот он сейчас стоит, вот такой, обгоревший. Пиломатериал повезли куда-то. Зачем-то он нужен. Чё-то строить будут. Вот. Пиломатериал повезли куда-то. 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 уникальный случай рыба какая ну ладно вот такой передрягу попал зацепилась у меня все это дело вот такие скалы у меня потащила спиннинг у меня из рук вырвало потому что он зацепился кое-как я это дело все спас вот такие дела получаются вот этот железнодорожный мост это река отбельсу называется горная речка чистая такая течет с поднебесных зубьев вообще там как бы заказник или даже заповедник даже находиться там нельзя но если так по гуглу посмотреть то получается там остров есть вот этот остров и выше заповедник этот а ниже нет браконьеры поехали на речку бельсу вот на этом ручье если там метров пятьдесят пройти там водопад не сильно большой такой но метра два будет ну и довольно интересное место а тут всегда люди стоят а тут поляна хорошая какая-то сейчас начнется студеный плюс длинный 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 плюс когда ветер есть особенно встречный с этого плёса выпалость очень трудно назад гонит все течение почти нет народ везде отдыхает стадионный плюс тут база отдыха а вот нам на берегу там где катер идет напротив там был дом большой-большой то ли двух-то ли трехэтажный даже красивый такой проплывая все время мимо смотришь уууу любуешься а потом как плыву Ну, чего-то не хватает. Смотрю, а его нету. Дома-то этого. Вот так вот сгорел. Пожарной помощи-то тут нету. Это мы по студенному плюсу сейчас идем. Ну, не знаю, километр, километра полтора, наверное, будет. Вот. А глубина у него метра четыре, может быть. Так вот. Ну, дно не просматривается тут. Там дальше будет просматриваться. Здесь нет. Вот. Местные тут рыбу ловят, мордушки ставят. Вот. Я тогда смотрю, тут трос натянут вдоль реки, посредине реки. И к ней в мордушке привязаны, чтобы не уносило. Штук, наверное, с десяток. Думаю, вот, думаю, нормально. Живут. Одноводки на деревянный подплывают, сверху смотрят. Огром зацепил, поднял, вытряхнул. Снова зарядил ее, опять бросил. И так каждый день. Вот сколько рыбы-то будет. Е-е-е. С лодки нырнул. Вот вылезти в лодку на ходу. Трудно. Чтоб ее не перевернуть. Ну, нет. Старается. Старается. Все. Все. Залез он, считай, уже. Ноги осталось перекинуть. Так, вылез я на берег. Маленько отдохнуть надо от воды. Вот. Тут лодку в тенечек. Потому как она уже раздулась. Как бы не бабахнула. Вот. А здесь такая поляночка шикарная. Вот. Тут вот палатки можно ставить. А здесь вот костровище. О-о-о. Прям оно здорово так. А тут что-то такое непонятно чего. Да. Такие поразделочные доски. О, спички. Спички есть даже. Все, что хочешь. Дрова вот. Пожалуйста. Надо Володе позвонить. А то он как бы мимо не проплыл. Алло, Володя, ты где? А, ну. Я тут место нашел. Лодку вытащил, чтобы она не так на солнце была. В общем, ориентир. Три больших березы. И тополь между ними. И я на берегу. Руками буду махать. Так что давай. Подплывай. Надо же обедать уже. И порешаем, что с рыбой делать. А ты тоже наловил? Ну вот. У меня тут четыре хвоста. Ну, надо куда-то их девать. Стоять. Эй. Стоять. Поехали. Не здесь уже были. Поехали. Ты имеешь? Стоять. Да, иди, что мы так ими. А я по полу. Поехали. Я бальзу. Поехали. Я беду. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Случай у меня был интересный Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok и вот они куда видел там прямо на бельцу туда на катерах на них браконьеры блатные там же была объявлена вся казнь там находиться нельзя вот это в верховьях наверно не с самого низу прям они тогда вот тут стояли даже ловили вот что под мостом пускается крыбачь и тут же сарафы выписывали а я смотрел по интернету территории территория начинается от моста остров вот за этим островом сразу это считает километр выше моста ну а туда вверх до вверх уйдет прям до самого до самого браконьера они говорят туда этих уезжают там сидят караулю так они знают по каким тропам люди ходят квадрокоптер пускают посмотрели было так сейчас может больше час книг и их отобрали квадрокоптер а ты бы хотел бы рыб инспектором работы я вообще никем не хотел работать нет чем пенсионером хотел чайки то ну да чё больше не могут есть то ну я бы их вместе тоже отмена бы провели ну да а чё будет поделать сейчас в подмосковье в реках эти медузы появились медузы могут убить человека вот смотрю какие там какие-то маленькие один звук рассказывали в боскуте мужик прыгнул прям в медузу в огромную попал и все капец ему запрессия была там кислотой своей какие вы красивые спасибо вы малиновку не пьете а вы что не местные не местные не местные дима наше место вот это палатка где мы так ну ладно отчалили мы еще одно мероприятие сделали эти пришли там это говорит свободно поляна свободно уже мы тут когда-то ночевали сейчас опять ночевать будем значит мы забыли я на камушке выложил рыбу вот надо было сказать пускай и пожарят или чего они там сделают с ней поди сами догадаются они ждали обрадовались только конечно запрыгали от радость а он спрашивает зачем ехать в какую-то там хоргаду тогда тут вон такая красота волны, волны, волны так, это остановка электрический, геологическая вот гора тут по ней много раз лазили по этой горе в этом лагу база отдыха была завода КМК все заброшено, все развалилось и там была надпись продам и номер телефона наверное, до сих пор плакат висит продам а когда-то тут все было и столовые пищеблок насосная была скважина с хорошей водой а отдыхать тут лучше не придумаешь и добраться легко и пожалуйста, тут можно и искупаться и порыбачить все тут было в лес за грибами сходить а вот чтобы тут лавины не сходили вот ее взяли вот так всю загородили вот сеткой обделали ее чтобы камни не валились через эту сетку вот пустыновые проросли вот такая экзотика у нас тут и 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 Вот, садись на неё и выдавливай. Правильно. Я тоже так делаю. Народ тоже сворачивает всё. Те, которые сюда ехали с нами, вот теперь они все тут оказались. Но кто-то полдороги там ещё ночевать остался. Вот так посмотришь вокруг, говорит, скоро Новый год. Да? А чё? Скоро Новый год. Чё, средина лета почти прошло уже. Чуть-чуть осталось. И будет средина лета. Час под день-то уже равноденствует. Когда будет? 22-го? Было уже. Было уже. Июня. Июня. Вот, сейчас уже день сокращается уже. Так, народ, автобус ждут. Сейчас Володя подъедет и мы на машине поедем. Всё, народ погрузился. И поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok